привет сейчас будут вопросы специально для паблика секреты про очень много их написали отвечать в письменном виде на каждый просто это такая морока поэтому вы сейчас получите ответы на вопросы в видео варианте так и я особо не буду на каждом задерживаться поэтому как есть так есть смотрите первое объемные тренировки ног например несколько часов приседаний для натурала принесут пользу если их делать например раз два месяца нет вопроса не выживите хоть даже два раза в год вот объемные тренировки больше обозначена до несколько часов ну вообще рехнули что несколько часов так эко или клин бутерол ни одно и не другое не принимаю на подготовке потому что и то и другое стимулирует центральную нервную систему если вы не хотите стать психом раньше предназначено может быть вашей судьбой временем вообще никому не рекомендую в течение подготовки лучше быть спокойным иметь здоровый сон вообще не дергаться забить на все делать свою работу держать диету тогда это что-то принесет сколько нужно делать перерыв между курсами ну блин такие вопросы задаете если вы спрашиваете если вы вообще решились на прием каких-то там курсов то естественно должны знать и о последствиях естественно должны знать вообще свое состояние здоровье поэтому такой вопрос считаю неуместным то есть если вы решились уже это делать но уж наверно уже в чем-то должны разбираться что к чему что идет зачем и что идет после чего топового 5 важнейших вещей на сушке так если остановился прогресс сушки что чего что-то менять ну ладно топ важнейших вещей тренировки и диета кардио все элементарно питание уверенность в себе то что если будешь там очковать опять-таки загонишься свою нервную систему здравствуйте имеет ли значение когда сидим на пищи ну да заморачиваясь по каждой мелочи или важный общий объем выжил калорик ну есть имеет смысл принимать такие быстрее как я считаю препарат как изолированный сыворотка заряд после тренировки есть такие вещи которые бца они тоже необходимо в свое время вот обычное питание то что мы делаем рис мясо и туда гречку делать это вот идет в течение дня как фон фон которым вы как раз таки вот высчитывайте ту калорийность и это уже наверно не играет никакой роли в какой период времени это было съедено оправданы ли использование гормонов щитовидки вообще бодибилдинг это спорт для здоровых людей если у вас возникает такие вопросы принимать гормоны щитовидной железы или нет то вам блин надо лечить наверно эту гормонную щитовидку свою вот потому что знаю много дебилов реально которые что только там себе в этот букет не собирают на подготовках смешно становится правда ли использование гр дозировках менее 8 единиц в день на массонаборе трата денег были на все так делают на самом деле все у вас такие вопросы возникают все тут оправдана расскажите про период 2013 года когда вы очень хорошо спрогрессировали про питание тренировки поддержку извне просто начал больше пахать так сложились обстоятельства что появилось и спонсирование ну вот и почувствовал то что нужно уже пахать пахать еще больше больше вот соответственный результат сейчас я пошлю еще больше чем 2013 хотелось бы узнать про чистку организма рецепторов можно ли это сделать так называемую мосту между курсами или полностью отдохнуть чистка необходимо вот лучше вообще конечно это делать свободное от всего время допустим после соревнований очень большие сообщения вы пишите не на все буду отвечать вот правда ли говорят что бодибилдинг на уровне олимпии своей диеты масса набора принимают 5000 калорий вот володя яковлев сказал то что семь с половиной тысяч калорий в день принимать да я думаю даже больше второй вопрос каким бюджетом месяц ну хотя бы примерно ваш взгляд есть смысл заниматься бодибилдингом серьезно говорил уже на эту тему то что все спортсмены выходцы не из богатых семей все сталкиваются с поиском возможностей и средств период своего становления вот ну как правило спорт выбирают дети не из богатых семей из богатых семей выбирают больше наркотики и алкоголь тусовки и клубы вот и как правило у них стремление совершенно другим непонятно мне попадаются хорошие люди да но это единица единицы и как правило вот я уважаю таких людей которые имея бабки еще занимаются тренинг рук на наборе количество подходов упражнений важна ли прогрессия весов рук или или же пан для растяжения фасы вопрос глобальный на самом деле есть конечно же основа это работа в базовых упражнениях с каким-то определенным весом вот для каждого он индивидуален но так или иначе задает интенсивность весь процесс то есть все крутится вокруг базы но за счет интенсивных таких методов как поставить технику приседаний займитесь пауэрлифтингом придите к нормальному тренеру да что там к тренеру обратитесь просто к хорошему спортсмену или просто к спортсмену который выступает по своему троеборью вам покажут эту правильную технику приседания вот и все то что в теории это да можно в интернете рассказывать но пока ты не прочувствуешь пока человек не придет ко мне допустим на персональную тренировку пока я не покажу как это делать он не поймет возможно глупый вопрос и многие меня застибут но все же можно ли начинать свой курс трибулуса или же трибистана можно потому что это растительные препараты бустеры тестостерона которые естественным образом поднимают ваш уровень тестостерона но существуют случаи когда подростки славливают гинекомастию на фоне применения того же трибуса поэтому тоже нужно с осторожностью подходить ведь всегда есть баланс в организме если увеличивать тестостерон а у вас есть какие-то уже нарушения то естественно это сработать не вашу пользу поэтому опять-таки возвращаясь к тому вопросу стоит ли что-то применять это стоит применять только если вы знаете свое здоровье вот переписывайтесь кто-то уже отвечает за меня трюк развели курс для эндоморфа расскажите пожалуйста про свой процесс подводки к соревнованиям 12 недель с 12 недель начинается подготовка вот все стандартно хочу сказать что каким-то сжигателем я не прибегаю весь процесс идет за счет кардио и диеты чудес не бывает есть в сами схемы тренинга вот в такие подробности я вдаюсь больше при разговоре с ребятами которых я тренирую готовы к соревнованиям поэтому так распространяться только в общих чертах если мне задают конкретный вопрос что-то из диеты то я отвечу и хотелось бы еще поздравить двух ребят которые вышли в финал у вас можно действительно поздравить это то не браска ярослав верба вот оба кандидата выделялись изначально из общей массы хотя все участники были достойны вот и после опроса который произошел в последние дни между всеми админами все и нагласно выбрали вас двоих поэтому желаю вам удачи слушайте ваших наставников это прекрасный шанс для того чтобы достичь тех результатов ради которых вы уже приняли участие в этом конкурсе с вами был виталий фатеев до новых встреч